1300 тонн. Именно столько контрабанды задержали могилевские милиционеры и таможенники в 2016 году. В эту цифру входят товары, которые пытались незаконно ввести на территорию области или, наоборот, вывезти. В основном в Россию. Больше всего задерживают грузы овощей и фруктов, алкоголя и металла. Как правоохранители противостоят незаконному перемещению грузов через нашу территорию и что дальше происходит с изъятой продукцией? Знает Наталья Ильинич. Не миллион алых роз, но все-таки 3,5 тысячи цветов пока в коробках и пакетах лежат на складе магазина. Вся эта красота общим весом 400 килограммов конфискована. Автомобиль с розами, гвоздиками, орхидеями и хризантемами задержали сотрудники таможни. На товар не было надлежащих документов. Эти цветы везли в Гомель и они могли стать прекрасным подарком ко дню святого Валентина гомельчанкам, но станут прекрасным подарком ко дню святого Валентина могилевчанкам. После прохождения фотосанитарного контроля эти цветы появятся на прилавке магазина и, как говорят, цена на них будет значительно ниже, чем на рынке. В продажу поступят и 5 тысяч ящиков фруктов и овощей. Самое время сказать, как жаль, что телекамера не передает запахи. Полторы тонны свежей ароматной клубники – лишь часть конфискованного сотрудниками могилевской таможни товара. Его везли из Литовской республики. Местом назначения значился Кричевский район, но, по словам руководства местного райпо, такого груза там и не ждали. Это старая схема, говорят в таможне. Так с Европы в Россию везут санкционные товары. А что в основном везут, можно сказать? Ну, это различные категории товаров. В большинстве своем это плодовощная продукция, которая следует из стран Евросоюза. И перемещается без товароспородительных документов, либо по недействительным товароспородительным документам. Это работа таможенников, а чаще всего в поле зрения милиции попадали незаконно перевозимые алкоголь и металл. Итак, что, куда и зачем везут? Плодовощную продукцию из стран Европы. Из Беларуси в Россию вывозят металл. Из России в Беларусь везут фальсифицированный алкоголь. Эти перевозки, говорят милиционеры, обусловлены существующим диспаритетом цен на эту продукцию в странах-соседках. Даже в официальных заготовительных организациях Российской Федерации цены на лом черных и цветных отходов гораздо выше, чем в официальных заготовителей в Республике Беларусь. Вывозят, в свою очередь, с территории Российской Федерации. Это фальсифицированные алкогольные напитки, доля которых на территории Российской Федерации даже в официальной торговой сети составляет более 50%. Так, под видом антисептика для древесины везли 24 тонны спирта. Он конфискован. Из России к нам, уверяют стражей порядка, зачастую везут алкоголь дешевый, контрафактный. Это, как и любое изъятое правоохранителями спиртное, отправляют на гидролизный завод. Там из него делают технические спирты. Весь изъятый лом идет на переработку предприятиям в Торчермет. Переработанный металл, как и переработанный спирт и другие конфискованные товары продают, а вырученные деньги поступают в доход государства. В прошлом году сумма от реализации контрабандных грузов составила около 4 миллионов рублей.